Что такое беспилотный трактор? Теперь на Ищпочмаках можно спать. Всем привет! В эфире Неверньюса, в студии Амир Ахтямов. КФУ отправил очередную гуманитарную помощь Лисичанску. На этот раз партия гуманитарного груза состоит из компьютерной и оргтехники. Все страна практически старается помочь нашим воинам и, так сказать, нашим ополченцам, мобилизованным. Ну и, конечно, оказывать помощь уже освобожденным районам от, так сказать, неонацистов на Украине. И вот, вы знаете, что Татарстан шествует на Лисичанском городе, а вот мы тоже в свое время оказали помощь книгами там, одеждой и так далее, населению, в общем-то, того же района, того же города Лисичанска. И буквально в последнее время было принято решение, значит, помочь Мариупольскому университету. 31 января в Доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров акционерного общества «Татнефтьхиминвестхолдинг», где помимо новых инновационных проектов обсудили выпуск полифинисульфида на опытной установке в технополисе «Химград». Подробнее расскажет моя коллега Адалина Абдрахманова. 31 января в Дом правительства Республики Татарстан под председательством Рустама Миниханова состоялось заседание Совета директоров акционерного общества «Татнефтьхиминвестхолдинг». На первой встрече календарного 2023 года обсудили результаты работы химической отрасли Республик в ушедшем 2022-м. С докладом об итогах деятельности базовых предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан выступил генеральный директор акционерного общества «Татнефтьхиминвестхолдинг» Рафинат Ярулин. Производить водород, синтез газ будем тоже производить и делать метанолом, мяш, а для нефтепереработки, если экономика будет лучше, значит и для нефтепереработки, но экономика действительно, водород вроде дешевле получается. Вот надо поехать туда посмотреть. Обсудили и работу Химграда. Крупнейший химический технополис Республики за прошедший год представил ряд интересных проектов. Один из них в сотрудничестве с Казанским федеральным университетом. Напомним, что в Химграде расположена опытно-промышленная установка для производства исходного мономера и опытных партий суперконструкционного термопласта полифениленсульфида из отечественного сырья. Проект разработали химики Казанского федерального университета на основе материала широко используемого в авиационной и ракетно-космической промышленности термопласта. Импортозамещающая технология получения термопласта полифениленсульфида разработана совместно с предприятиями города. Мы достигли очень высоких параметров по полифениленсульфида. Он очень высокомолекулярный, что мы определяем, например, по такой параметре ПТР, показатель текущей расплавы. Дело в том, что это параметр, который указывает, сколько полимеров протечет у нас при 320 градусах за какое-то время. Основными производителями данного полимера на мировом рынке являются Япония, Южная Корея, США и Китай. Российский аналог полимера, по данным Минобранауки России, не уступает импортному в технических свойствах. Он обеспечивает работоспособность изделия в диапазоне от минус 200 до 220-240 градусов Цельсия, а кратковременно до 270 градусов. Полимер очень нужен и оборонщикам, и нужен и промышленникам. Сами понимаете, полимер, который при 240 градусах не растрескивается, не плавится. Это очень важный конструкционный материал. Велась активная работа по созданию импортозамещающих продуктов. В докладе отмечен высокий потенциал замещения импорт химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий, а также необходимость развития отечественных технологий и оборудования для нужд российской экономики. Адалина Абдрахманова, Универньюз. Казанский федеральный университет совместно с Минским тракторным заводом еще в 2022 году запустили беспилотный трактор КФУ МТ-3-112. Пришло время подробно рассказать об уникальной разработке и показать ее в действии. С проектом ознакомилась Карина Саяхова. В июле 2022 года России был представлен беспилотный трактор КФУ МТЗ-112. Разработка, реализованная Казанским федеральным университетом совместно с Минским тракторным заводом в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», впервые была показана на выставке трактора в Екатеринбурге «Беспилотник». Прототип разработанный в научно-исследовательском центре «Специальная робототехника и искусственный интеллект» Казанского университета. В разработке решений участвовали как сотрудники института, так и студенты, бакалавры старших курсов и магистры. Работа над трактором началась в конце 2021 года, а уже в марте 2022 первый образец беспилотного трактора был полностью работоспособен и соответствовал всем заданным критериям. Над проектом трудилась опытная команда из более чем 20 человек. Сотрудничество мы начали еще в прошлом году, то есть много обсуждали, простраивали архитектуры, перспективы сотрудничества. И вот, соответственно, в рамках уже программы «Приоритета» мы сейчас реализовали макетный образец трактора, продолжаем, соответственно, проводить модификации. На данный момент трактор находится на выставке и на промо в Екатеринбурге. Там он является практически главным экспонатом, к которому все подходят, все расспрашивают, всем очень интересно. Многие компании уже интересуются, где можно такое приобрести. Мы, соответственно, с МТЗ прорабатываем вопрос о коммерциализации. Беспилотные машины нужны в помещениях с вредной для человека средой, а также для работы в поле. Беспилотный трактор выдерживает траекторию движения и, соответственно, вносит те же семена и еды химикаты в почву. Представленная модель может работать от аккумулятора до 8 часов, двигаясь в автоматическом режиме со скоростью 15 км в час. При этом система управления замечает препятствия с расстояния 30 метров, а с 15 метров точно распознает их и самостоятельно принимает решения. Трактор также оснащен системой связи и программным обеспечением на планшете с тач-интерфейсом для управления. Машинное техническое зрение работает с камерой или даром. По словам одного из создателей трактора, Антона Егорчева, создание сельхозтехники ведется уже давно, но, однако, разработка КФУ МТЗ-112 существенно отличается от всех остальных. Наша разработка существенно отличается, то есть прошло уже достаточно много лет, у нас решения самые современные. Мы применяем все те технологии, которые разработали за последние несколько лет, то есть мы являемся разработчиками ряда беспилотной техники, включая грузовые транспортные средства, включая, например, КАМАЗ, где мы, соответственно, здесь уже применяем. Что технологии машинного зрения, технологии автопилота, то есть у нас есть свои уникальные особенности. Такие, как, например, у нас есть несколько режимов управления, это ручной, дистанционный, стратегические и тактические режимы. В сентябре 2022 года в Казанском технопарке имени Башира Ромеева состоялась долгожданная презентация беспилотного трактора высокой степени автоматизации КФУ МТЗ-112. Премьер-министру Беларуси Роману Головченко представили результаты работы первого этапа совместного с МТЗ проекта по созданию серийных образцов и управляющей платформой высокоавтоматизированных транспортных средств, предназначенных для агрохолдингов и фермерских хозяйств. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко высоко оценил ход реализации проекта и высказал заинтересованность в его продолжении с целью выхода на серийное производство уже в 2023 году. Карина Саяхова, Универньюс. Антидот при отравлении цианидами и угарным газом – лекарство от малярии. Метиленовый синий – органический краситель и вещество, которое используется в качестве лекарственного средства уже более 100 лет. Научные открытия, связанные с ним, появляются регулярно. Накануне ученые Казанского федерального университета синтезировали около 30 аналогов метиленового синего. Подробнее далее. Метиленовый синий – вещество, которое впервые было синтезировано еще в 19 веке. Оно обладает окислительно-восстановительными свойствами и способно играть роль донора ионов водорода в организме. Благодаря этому метиленовый синий может применяться как антидот при некоторых отравлениях, к примеру, цианином или угарным газом. Помимо широкого применения в медицине, с помощью метиленового синего можно выявлять наличие других веществ в соединениях. Сейчас ученые Казанского федерального университета активно изучают это вещество и возможность его практического применения в области анализа. Так как содержание вредных веществ в той же самой воде, к примеру, у нас может быть довольно низкой концентрации, соответственно, нужны материалы, которые будут селективно и эффективно взаимодействовать с этими веществами. Ну и, соответственно, они будут давать отклик на сенсоре. Проект длится уже достаточно продолжительное время. На протяжении трех лет его поддерживал российский научный фонд. Накануне грант был продлен еще на два года. Для дальнейших исследований ученые синтезировали около 30 аналогов метиленового синего. Когда у нас несколько молекул соединяются друг с другом, получается такая длинная цепочка. Эта цепочка, соответственно, у нас наносится на электрохимический сенсор. То есть это небольшой прибор, порядка там, ну, несколько миллиметров на несколько миллиметров. И, соответственно, дальше мы изучаем, как же у нас этот сенсор себя ведет в тех или иных условиях присутствия тех или иных аналитов. В дальнейшем ученые планируют разработать сенсор, который будет недорогим в производстве и эффективным в действии. Промежуточные результаты члены команды периодически публикуют в научных изданиях. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуи, Универ Ньюс. Эчпочмак, что в переводе означает «треугольник», одна из визитных карточек республики и наиболее распространенная кулинарная ассоциация с Татарстаном. Теперь мучное изделие приобрело и другое значение. А какое, смотрите далее. В Казанском федеральном университете президенту Татарстана Рустама Миниханову презентовали проект «Уникальный плюшевый сувенир-подушка Эчпочмак», который стал лауреатом ежегодной премии «Студент года КФУ» в номинации «Лучший студенческий предпринимательский проект». Руководителем проекта выступил студент второго курса юридического факультета Тимофей Соколов. Идея создания родилась не у меня, а у моего очень близкого, хорошего друга, его зовут Амир Галимулин, который уже долгое время обучается за границей, в марте 2020 года. В то время в Казани проходил матч всех звезд КХЛ, большое событие нашего хоккея. И во время одного из шоу Денис Зарипов вышел на лед вместе со счетом в виде «Эчпочмака». Тем самым произвел большое впечатление не только на наше население, но в том числе и на нас. И вот так вот родилась идея. И, кстати говоря, в дальнейшем Денис Зарипов также свой «Эчпочмак» щит подарил нашему президенту республики Руставу Нургалевичу Миниханову. В дальнейшем начался поиск фабрик и шитью игрушек по оригинальным лекалам. После изготовления первых пробных моделей плюшевые «Эчпочмаки» выпустили на маркетплейсы. Команда отправляет заказы в самые различные точки страны. Так, за прошедший год «Эчпочмак» был доставлен в 11 регионов России. Проект служит инструментом популяризации татарской культуры. «Эчпочмак» – одна из визитных карточек республики и наиболее распространенная кулинарная ассоциация с Татарстаном. Стоит отметить, что руководители проекта планируют производить не только «Эчпочмаки», но и другие символы республики Татарстан, например, чак-чак или костыбы. Эти вещи могут послужить не только сувенирами ручной работы, но и национальным подарком – дорожной подушкой в автомобиль и аксессуаром для оформления интерьера. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюз. Казанский федеральный университет вошел в топ-100 рейтинга работодателей среди крупнейших компаний. Казанский ВУЗ занял 75 место в рейтинге. Всего в рейтинге приняли участие 1996 компаний. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!